Cybex Easy S Twist. Впервые я заметила ее на фотографиях с выставки в Кёльне в прошлом году. И это понятно. Ультракомпакт с реверсивным креслом. Вау! Такого я еще не видела. И вот, наконец-то, дождалась свою красотку в красном цвете. Ее вес 7,7 килограммов, рассчитан на детей до 17. Высота ручки здесь 103 сантиметра, хороший вынос. Капюшон без смотрового окна регулируется бесшумно, капор небольшой. Спинка регулируется ремнями, открывается до полного горизонта. Вертикальное положение здесь довольно высокое. Обратите внимание, что складки капора у подросшего ребенка будут под головой. Длина спального места всего 70 сантиметров, очень мало. Ширина кресла 28. Ремни здесь схожи с ремнями йо-йо. Верхние нельзя отстегнуть, они пришиты и имеют вот такую странную систему регулировки. Корзина достаточно большая для ультракомпакта. Передние колеса без возможности блокировки. Тормоз здесь удобный. Сложить и разложить сайвикс можно одной рукой. Сложение и разложение здесь просто классное. Чтобы развернуть блок, просто нажимаем педальку под креслом и крутим ее в любую сторону. С реверсивным блоком коляска также складывается одной рукой и раскладывается тоже так же. Будет немного больше в сложенном виде. По ходовым качествам коляски вопросов нет. Да, в маневренности и управлении одной рукой коляска, пожалуй, уступит ее и Джоггеру Сити Туру. Но зато в амортизации она шикарна. Нет никакой вибрации в ручке. Коляска для компакта очень мягкая. И, кстати, едет она вообще бесшумно. Пожалуй, это моя первая ультракомпактная коляска, которая едет настолько тихо. Какой-то особой разницы в ходовых качествах коляски в зависимости от позиции блока мы не заметили, что вперед лицом, что лицом к маме едет коляска практически одинаково. Проходимость здесь шикарная. Она отлично проезжает все невзгоды на дороге и даже зимой прекрасно себя ведет. Не поедет разве что по полному бездорожью в виде размокшей тропинники из вязкой грязи и снега, где поедут большие колеса и желательно надубные. Сайберс достаточно легко заходит на бордюр и в этом отношении показалось мне легче, чем в ее. Ширина задних колес 35 см, поэтому она не войдет в большинство пандусов, но зато шикарно спускается и поднимается по ступенькам. В общем, все здесь, казалось бы, хорошо, если бы не одно жирное но. И но это ну просто очень весомое, а именно посадка ребенка от полутора лет в коляске. Если малыш уже больше 70 см ростом, но до подножки еще не дорос, в этой коляске ему, скорее всего, будет некомфортно. Двое детей возрастом 1 год с небольшим катались в нашем Сайбексе и обоим здесь было плоховато. В первую очередь потому, что они сизжали и висели на ремнях. Особенно давит паховый ремень, что, как мне кажется, прямо очень яркий минус. Получается, коляска хороша для совсем крошечных деток. Месяцев до 7-8, пока они не дорастут до 70-80 см, либо уже для детей выросших. Но им-то не нужен реверсивный блок. Для докатки есть просто Сайбекс Изи, который весит чуть больше 5 и по всем параметрам очень похож на отвес, только блок у него не реверсивный. В общем, коляска в целом классная. Да, хотелось бы побольше капюшон, иметь смотровое окно и окно для проветривания спинки. Но самый главный минус здесь это весение на ремнях. Мне кажется, это прям критичный недостаток, который портит весь восторг от ходовых качеств. Короче, для меня это разочарование.